Субтитры сделал DimaTorzok Это самое-самое, что только есть на сегодняшний день. Во всяком случае, по нашему мнению. Если вы не согласны, можете нам написать и оспорить эту точку зрения. Естественно, всё, что необходимо для съёма программы, мы опять нашли в доме Дэнди. В этот раз, в отличие от прошлой передачи, нам хватило материала. Даже более, чем достаточно. Смотрите Mortal Kombat и Killer Instinct в программе Мир Дэнди. Привет, любители видеоигр. Сейчас я назову два слова, и многие из вас прильнут к экранам телевизоров. И так я называю Mortal Kombat. Смертельная схватка. Внешние силы Императора под предводительством Шан Цунга должны ринуться на землю. Только победив слуг Мага Шан Цунга и его самого, вы освободите планету от сил зла. Крутой мордобой, кровь во все стороны, ну и, конечно, добивающие движения с названием, которое заставляет мурашки пробегать по коже. Фейтелити. Вторая часть этой знаменитой игры затмила успех предыдущий. 12 бойцов, которые вступают в схватку с самим Императором Шао Каном. Кроме всех любимых Фейтелити, авторы прилагают подружиться с противником или превратить его в младенца. Ну и, конечно, третья часть смертельной схватки не могла пройти мимо нас и не остаться незамеченным. Мы уже рассказывали о ней. И ждите. Секретов в этой игре, видимо, невидимы. И мы, конечно, поделимся с вами. В среду, как обычно, прошел очередной чемпионат Дэнди. На восьмибитный турнир явилось огромное количество участников, которые сразились во всемирно известной Mortal Kombat 3 на SEGA Mega Drive. Бои шли столь напряженно, что все болельщики смотрели в телевизоре, не отрывая глаз. Как обычно, прошел командный чемпионат, где сразились команды и выяснили отношения друг с другом. Благо, смертельная схватка проходила на экранах, а не вживую. Иначе в проходах были бы оторваны руки, головы и огромное количество крови. А кто же из команд победит, мы вскоре узнаем с вами. Давным-давно два великих лорда, повелители двух великих армий, сошли в смертельном поединке, награда за победу в котором весь мир. Но битве не суждено завершиться. В самом разгаре брани странное сияние окутывает обоих противников, принося их в другое измерение. Много веков минуло со времени того поединка. Многое изменилось на Земле, но лучше от чего-то не стало. Загрязнена атмосфера, повержены правительства, хаос правит планетой. Несколько крупнейших корпораций сражаются и уничтожают друг друга, надеясь захватить власть над миром. Выше всех в этом хаосе удалось подняться корпорации Ультратех. Вместо того, чтобы участвовать в безумных войнах, Ультратех предпочитает создавать и продавать самое совершенное оружие. Но это не единственный источник ее доходов. Ультратеху принадлежит самая популярная программа будущего – трансляция турнира «Killer and Steel». А теперь давайте настроимся на волну Ультратеха. Привет, друзья! В эфире снова восхитительный «Killer Instinct». На сегодняшний турнир мы собрали аж 10 бойцов-универсалов со всех уголков планеты. Итак, представим вам наших гладиаторов. Первый, конечно же, «Комбо». Пять лет он был чемпионом по боксу, но судьи лишили его этого титула за слишком жесткое ведение боя. На турнире участвует, чтобы вернуть былую славу и подзаработать немного денег. Второй участник сегодняшнего турнира – не человек. Его имя – «Фулго». Это солдат-киборг, созданный компанией «Ультратех». Участие в «Фулго» в турнире – последняя проверка его боевых способностей перед выпуском киборгов в цирийное производство. Глэсиус, дорогие друзья, тоже не человек. Он – порождение какой-то далекой планеты, случайно попавшей в наш мир. Корабль Глэсиуса разбился, и теперь инопланетянин сражается за возможность улететь на родную звезду. Ягун – молодой воин с далекого Тибета. Наивный. Он прибыл сюда, чтобы бороться со злом. Он верит, что могущественный дух тигра, направлявший его прежде, не подведет его и на этот раз. Когда-то осужденному преступнику Синдеру предложили поучаствовать в испытании нового химического оружия в обмен на сокращение срока. Эксперимент провалился, и Синдер превратился в существо из живого пламени. За победу в турнире ему обещано свободно. Орхет – секретный агент одной из компаний. В турнире участвует с целью раскрыть серию таинственных исчезновений проигравших бойцов. Риптор – еще одно создание корпорации Ультратех. На сей раз ей удалось соединить гены человека и гены рептилии. Итог. Риптор обладает силой древних ящеров, мысли при этом так же ясно, как человек. Спайнл. Древний морской пират. Одно из отделений Ультратех, используя новейшие технологии, умудрилось воскресить этого непревзойденного в свое время воина. Все, на что он способен, так это убивать. Следующий киллер – Тандер. Бережно хранящий боевые обычаи американских индейцев. Тандер участвует в турнире, чтобы выяснить, куда же все-таки пропал его брат во время прошлого соревнования. Себроволф – один из немногих землян, страдающих от ликантропии. Парень участвует в турнире только потому, что добрые устроители пообещали ему лекарства, но только если он всех выиграет. И, наконец, Айдол – растворная карта Ультратеха. Помните тех двух воинов из далекого прошлого? Так вот, Айдол – один из них. Он был телепортирован в наше время, чтобы сразиться с финалистом турнира. Тот, кто сможет убедить его, будет объявлен самым великим киллером и получит то, что хотел. Судьба же проигравшего чуть более печальна. Итак, Киллер Инстинкт. Можно даже не говорить о графике и звуках. Сделаны они просто великолепно. А вот о самой игре нужно. Киллер Инстинкт является лучшим родоворотом на Супер Нинтендо. Кроме великолепных боев, в игре существует огромное количество финальных концов. Где победитель делает с проигравшим все, что душе угодно. А именно, просто убивает. Заставляет с набитой мордашкой танцевать, вышвыривает на экран или издевается по-страшному, превращая его то в банку тушенки, а то и не зная во что. Также в игре существуют определенные комбинации, называемые комбо, начинающиеся с трех ударов и так далее. А также ультра комбо, которые в свою очередь начинаются с 20 и кончаются, если верить нашим источникам, 68 ударами. Если вы знаете ультра, приближенные к этой цифре, будем рады рассказать о вас и о вашей находке. А, забыл совсем сказать, что в игре также есть суперудары, из которых и получаются вышеупомянутые комбинации. У каждого бойца их очень много, и причем самых разнообразных. Овладев всеми бойцовскими способностями, со знанием комбо, рубиться в эту игру просто доставляет удовольствие. Также в игре существует огромное количество кодов, позволяющих в последний момент поставить то скорость, то специального бойца, а то легкий комбо-брекер. Ой, совсем забыл сказать, что это такое. Комбо-брекер – это специальная комбинация, позволяющая без труда блокировать начатое вашим соперником комбо, при этом отнимая приличную долю энергии. Говоря о самой энергии, можно прийти в тупик. Сложно представить, что, например, какой-то авосом комбо Фулгара в 8 ударов отнимает больше энергии, чем огромная киллер комбо Орчит аж из 29 ударов. От такой статистики даже смешно становится. Сами же комбо делать не так-то просто. Придется изрядно потрудиться, чтобы выучить комбинацию любимым бойцом. А он у вас обязательно появится. И когда это произойдет, дабы не осквернить его честь, вы должны зубрить, покруче всякой химии, его суперудары, комбо, фаталити, ультры, брокеры и прочие навороты боя. И использовать их в самый подходящий момент поединка. Совершенная игровая система Супер Минкера. Сегодня мы опять поговорим о гарантийных сроках. Для чего же они все-таки нужны и почему они так важны для телеприставок? Как известно, гарантийные сроки существуют на различные группы товаров, в том числе и малышные сложности. Ну, взять, например, телевизор. На него тоже существует гарантийный срок, только в отличие от приставки, вы его поставили, он работает себе и работает, есть, пить не просит. Его задача только показывать хорошее изображение и реагировать на какие-то действия с дистанционным управлением. Но иногда с него можно стереть пыль. В отличие от телевизора, видеоприставка постоянно подвергается какому-то механическому воздействию. Ее перекладывают с места на место, всевозможные подключения, шнуры гнутся, ломаются и так далее. А если говорить о картридже, то картридж он то вставляется, то вынимается, то вставляется, то вынимается. И, как результат, иногда выходит из строя. Именно поэтому и существуют гарантийные сроки. Если у вас возникли какие-то проблемы, не пытайтесь устранить эти поломки самостоятельно. Лучше обратитесь в сервис-центр Дома Дэнди, где вам всегда помогут. Вы знаете, что на все группы товаров, которые у нас подаются, установлены гарантийные сроки. На приставке до 6 месяцев, на картридже и аксессуары 1 месяц. Поэтому, еще раз повторяю, если у вас что-то приключилось в течение гарантийного срока, вы всегда можете обратиться в сервис-центр Дома Дэнди по адресу Богдана Хмельницкого, 30337, в любой день, кроме воскресенья, с 2 до 6 часов. Наши специалисты обязательно вам помогут, и вы не будете знать никаких проблем. А теперь традиционная рубрика Help. Как вы догадались, сегодня секреты будут только для игры Killer Instinct. На заставке перед боем нажмите вниз и на старт, и вы поставите легкий комбо-брейкер. А теперь поговорим об ультракомбо. Комбо. Вперед, назад, икс. Синдур. Назад, вперед, икс. Орчер. Назад, вперед, икс. Орчер. Назад, вперед, икс. Глэссиус. Назад, вперед, икс. Джегл. Вперед, вниз, правый шифт. Спайнл. Назад, полукруг, вперед, икс. Тандер. Назад, вперед, левый шифт. А теперь коммунитейшн. Джегл. Вперед, полукруг, назад, б. Сабровульф. Три раза вперед, левый шифт. Фулгур. Назад, полукруг, вперед, б. Спайнл. Назад, полукруг, вперед, а. С победой в турнире комбо достиг все, к чему стремился. Восстановил свою прежнюю популярность и богатство. Теперь он отмечает свою победу, проезжая по тем самым улицам, где были бои. С деньгами славой комбо верит, что сможет достичь еще большего. Последний тест серии роботов типа Фулгар закончился успехом. Теперь началось массовое производство. После многих лет научных исследований оружие невероятной силы в руках ультратех. А первая модель, прототип Фулгар-1, сейчас не действует и находится в музее. После того, как Глэсиус вырвался из ультратех, он вернулся на свой космический корабль, который потерпел крушение. С передовыми технологиями из ультратех Глэсиус починил поврежденный корабль. Теперь он начал свой долгий и сложный путь в родной мир. Джего победоносно вернулся для общения с духом тигра. Расследовав обстоятельства в ультратех, Джего еще на один шаг приблизился к полному просвещению. Получив новые силы для своего верного дела, Джего пытается добиться совершенства и сам старается вершить свою судьбу. Когда Синдер покидал турнир чемпионом, полиция поджидала его у ворот в ультратех. Вспоминая свое криминальное прошлое, Синдер не собирался вновь отправляться в тюрьму. Используя свое новое умение, он без труда избегает полицию. Теперь он ищет подходящее место для своего теперешнего состояния и обдумывает свой следующий путь. Сбежав с жизненно важной информацией о будущих ужасных планах ультратех, Орчет возвращается с докладом. Проинформировав начальство о намерениях ультратех, теперь они могут доказать противозаконные действия, происходящие там. Планы ультратеха о создании генетически совершенного оружия вышли из-под контроля. Играя законами природы, ультратеха окончательно уничтожила человеческую расу. Динозавры вновь овладели миром. Утомленный тем, что постоянно был кружен смертью и разрушением, Спайнел решил переменить карьеру. Несмотря на то, что за свой первый фильм он получил Оскар, у него до сих пор проблемы с нахождением роли. После того, как Тандер узнал, что случилось с его братом, он размышляет о будущем и горюет по поводу его потери. Но смерть Орла отомщена, и теперь он может вечно покоиться в мире. Или не может. С победой в турнире Сейбер Вулф получил от ультратех долгожданное лекарство. Теперь он может вернуться к нормальному существованию. Билли, ты мой давно потерянный сын Билли. Почему я должен быть твоим сыном? Меня зовут Айдол. Мой сын пропал в автомобильной катастрофе. А эту дубину я подарил ему на день рождения. Мы так не думаем. И в завершение программы хотелось бы сказать следующее. Если вы по каким-то причинам не успели запомнить или понять информацию, которую вы слышали в этой программе, вы можете заглянуть в субботний выпуск газеты «Калининградская правда». В разделе «Компьютер-клуб» вы найдете то, что вы не успели запомнить. Во всяком случае, большую часть этой и другой информации. Поэтому читайте «Калининградскую правду», смотрите телеканал «Премьер». А мы прощаемся с вами. До следующего воскресенья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»